Привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames. Да, друзья, знаю, что многие из вас ждали свежий блок новостей The Isle of Rima, но данный ролик, который вы все увидите, я планировал еще до Нового года снять для вас. Информация, которую я вам расскажу в данном блоге, возможно, кого-то удивит, возможно, многие знают или знали. Мы знаем, что игра The Isle это лучшее творение игры про древних гигантов, которые порой заслуживают большего внимания. Игра появилась в Стиме 2 декабря 2015 года, но что предшествовало ей? Честно говоря, об этом я сам узнал недавно, когда планировал отснять какой-нибудь игровой ролик про динозавров и нарвался на игрушку под названием The Stamping Lens. Решил приобрести ее в Стиме, но не тут-то было. Дальше, немного покопав информации и статей в интернете, я задумался. Представьте на несколько секунд, если бы игры The Isle могло не существовать. Либо игрушка вышла бы в свет намного позже. Да-да, ты сейчас такой, в смысле? Не существует? Не существовать? Не могло существовать? Как? Давайте к сути. И откуда я, возможно, расскажу вам правдоподобную информацию. Итак, все началось с создания игры The Stopping Lens. Давайте вкратце об игре. Игрушка в жанре выживания с элементами песочницы. Здесь предстояло играть за людей, так сказать, ганнибалов, туземцев, выживать на необитаемом острове, крафтить, находить себе пропитание. Причем это все действие происходило на непростом необитаемом острове, а острове, населенном динозаврами. The Stopping Lens была многопользовательской игрой на выживание в доисторическом мире. Данная игрушка была анонсирована и вышла в свет в 2014 году. Разработкой игры занимались большое количество людей. Создатели игры планировали собрать на первом старте игры, на пожертвование игроков на Kickstarter, всего 20 тысяч долларов. Однако за первые две недели с момента старта кампании разработчики успели собрать около 60 тысяч долларов. А перед релизом игры компания собрала около 115 тысяч долларов. Итак, игра была успешно запущена на платформе Steam и стала активно покупаться. Даже за 24 часа после запуска игры разработчикам получилось заработать около 20 тысяч долларов от продаж. Многие стримеры-ютуберы стали снимать и играть в The Stamping Land. Поэтому актив игры действительно стал большим. Можно даже сейчас, не побоюсь это сказать, сравнив ее со знаменитой The Isle. Это еще дальше продвинуло успех игры. Но суть не в этом. Как я и говорил, команда разработчиков. Хочу затронуть здесь речь. Пойдет о двух лицах. Главных в этой разработке игры это Влад Константинов, художник по 3D-моделям и главный разработчик Алекс Фондора. Небольшие обновления для игры стали выходить чуть ли не каждую неделю. Но под откос пошло все тогда, когда команда подготовила большое обновление для игры и сообщила об этом своему комьюнити. Но в течение двух месяцев после полугодового запуска игры, разработчики перестали делать какие-либо записи по ней. На вопросы в соцсетях разработчики просто молчали. У многих игроков появилось много сомнений о совершенствовании игры и не советовали ее никому покупать. Но игра набирала обороты в Steam. Молчание не могло долго продолжаться. И тогда художник по 3D-моделям Влад Константинов спустя месяцы ожиданий заявил, что работа над проектом временно завершена. Он сделал это из-за того, что ведущий разработчик проекта Алекс Фондора перестал выходить на связь с остальными сотрудниками проекта. Вдобавок ко всему, за последние месяцы Фондора не выплачивал гонорары за новые модели динозавров и прочего в игре. Также он не выплатил деньги остальным художникам и разработчикам игры. Что привело к тому, что Константинову пришлось платить работникам из своего кармана. Было еще много времени на надежды, что Фондора вернется. Константинов и остальная команда понимали, что Фондора просто-напросто присвоил себе все деньги с продаж игры и пожертвований игроков. И просто-напросто растворился в Штатах Америки. Тогда Константинов отправил последнее письмо Фондоре, что тот уходит из проекта и продаст все свои модели и наработки другим заказчикам. Одним из заказчиков являлся знаменитый ведущий игры Донде, которому Константинов продал большинство игровых моделей. И даже сейчас, сравнивая первые The Isle и Stamping Land, видно точность совпадений последнего. Спустя некоторое время Константинов ушел работать в другой проект Beasts of Prey, а Stamping Land и вовсе был снят с продаж в Стиме. Тысячи обманутых игроков и вкладчиков. А вот изворотливый Донде заимел с этого хороший успех. Некоторые модели купленных динозавров со временем стали изменяться, и к игре The Isle однозначно пришла слава. Против Фондоры было заявлено много исков, но все было безуспешно. До сих пор возникают мысли о том, Stamping Land могла бы иметь сейчас огромный успех в индустрии игр, если бы не Фандора. А каким бы путем пошел бы The Isle? Ведь определенно то, что Stamping Land могла бы сейчас достичь вершин The Isle. Ну, это лишь остается вам гадать. Пишите, ребята, в комментариях, что вы думаете обо всем этом. Ну, а также я попрошу тебя поставить большой пальчик вверх, подписаться на канал и нажать колокольчик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok